Добрый день, друзья! Сегодня, как я и обещала, хочу протестировать вместе с вами экологичные чистящие средства, посмотреть, насколько они эффективны и чем отличаются от других. Проверять будем именно на очень загрязненных поверхностях, которые сложно отмыть самодельными пастами, для которых уже нужны профессиональные средства. Сегодня на обзоре средства фирмы Вандерлап. У меня в руках два средства для удаления жира в виде геля и в виде спрея. Я изучила информацию о данной продукции, прежде чем взять ее на обзор. Средства называются ЭКО, так как не содержат токсичной химии, а на упаковке написано, что они сделаны из овощей и фруктов. Начнем тестировать спрей на моей старой сковородке, с которой я никак не могла отмыть нагар. Нанесу средство на 10 минут, а затем буду приступать к очищению металлической губкой. Вы часто рекомендуете мне Азелит, но друзья, от него у меня не только слезоточивость, от него я совсем не могу дышать, так как запах слишком едкий. Собственно, поэтому я была вынуждена искать для себя другие варианты, более экологичные и безопасные для здоровья. Напишите в комментариях, как вам результат со старой сковородкой, а мы пока приступим к очищению плиты. Для этого я возьму средство в виде геля. Я уже потом поняла, что явно переборщила со средством, так как оно прекрасно пенится. Понадобилось бы пару капель. Но что меня приятно удивило, что оно очень просто смывается. Достаточно пару раз протереть плиту. Мне кажется, здорово иметь дома эко-средства, которые не имеют едкого запаха. Можно спокойно прибираться без вреда для себя и семьи. И хочу вам показать универсальный спрей для кухни, который мне очень понравился. Им я отмываю раковины и грязные полки кухонного гарнитура. Например, под раковиной, где стоит ведро с мусором. Особенно приятно, что такие безопасные средства производят в нашей стране. Я из интереса уже дома решила посмотреть производителя. Завод находится в Екатеринбурге. На самом деле, для тестирования я взяла много продуктов. Напишите в комментариях, хотели бы вы увидеть и другие средства на обзоре. Например, средства для чистки мягкой мебели или средства для уборки в ванной комнате. Интересен ли вам данный формат?